На найденном пекинесе было два ошейника, все решили, что у него заботливая хозяева, но не тут-то было. Когда этот пекинес попал в Кременчугское коммунальное предприятие, которое занимается отловом бездомных животных, все были уверены, что вскоре он вернется домой. Собачка явно была домашней, ведь на ней было два ошейника, обычный и специальный от паразитов. На вид пекинес был не очень ухоженным, но длинная шерсть этой породы быстро пачкается и запутывается, поэтому зоозащитники надеялись, что бедняга оказался на улице недавно. Информацию о найденном питомце распространили в соцсетях, благодаря чему уже через два дня нашлись хозяева. Они обрадовались, что собака нашлась, но почему-то не спешили забирать своего питомца из приюта. Через четыре дня за пекинесом так никто и не явился. Зоозащитница по имени Марина решила еще раз связаться с этими людьми и узнать, в чем же дело. Пекинеса ждали очень неприятные новости, хозяева решили отказаться от своего питомца. Они рассказали Марине, что у них больше нет возможности содержать животное. Зоозащитницу эти новости очень огорчили, но разговор получился коротким. Ну нет, так нет, что тут сказать, жалуется Марина. Тем временем пекинес очень скучал в приюте, он привык к вниманию, поэтому тяжело переносил одиночество. Зоозащитники сделали поиски нового хозяина для собаки своей приоритетной целью. На это ушло несколько месяцев, но неделю назад песик отправился в новый дом. Теперь он вновь счастлив, ведь его снова любят. Новые хозяева окружили питомца заботой, с ним много играют и вкусно кормят. Недавно этот пекинес потерял все, но ему повезло, судьба подарила псу второй шанс. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.